День Победы Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса, Не потому так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса. Трудно найти человека, который не знает песню журавлей. При этом немногие знают историю создания этой песни, Искренне полагая, что она была написана в годы Второй мировой войны. Но нет, песня журавлей была написана позже, гораздо позже, Более чем через 20 лет после окончания войны. Песня стала настоящей молитвой. Голос Марка Бернеса, стихи Расула Гамзатова, Который на русский перевел Наум Гревнев, шел 1965 год. Дагестанского поэта Расула Гамзатова пригласили в Японию На 20-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы. Там ему рассказали историю про девочку, Которая вырезала журавлей в надежде, по легенде, Что они смогут ее спасти. Но она не успела вырезать нужное количество, И умерла от лейкоза. Домой Гамзатов вернулся под большим впечатлением. К тому же в пути он получил телеграмму. В родном селе умерла его мать. Уже на родине он написал стихи, Которые потом стали песней. Первоначально они были написаны на аварском языке. На русский их перевел друг Расула Гамзатова на Ум Гревнев. Стихи опубликовали, правда не сразу, Не проходили цензуру. Однажды это стихотворение попалось на глаза Известнейшему артисту Марку Бернесу. Бернес был поражен. Он сразу же позвонил Гревневу и рассказал, Что мечтает превратить стихотворение в песню. Автор музыки Ян Фрэнкель рассказывал, Что некоторые слова в песне пришлось заменить. Стихи тогда начинались со слов, Мне кажется, порой, что джигиты. Несмотря на то, что слово джигиты само по себе хорошее, Тем не менее, заменив его словом солдаты, Мы как-то сделали стихи и уже всю песню Более близкой абсолютно всем, Рассказывал советский композитор Ян Фрэнкель. Бернес очень торопился записать эту песню. В то время он был уже очень тяжело болен. И как бы, перечувствуя свою кончину, Хотел, чтобы журавли стали его последней песней. После того, как песня ушла в народ, Памятники с влетающими в небо журавлями Стали появляться повсеместно в больших и маленьких городах. Десятки монументов по всей стране. Песня стала настоящим антивоенным символом.